Как взять ипотеку по программе 7.20.25 и не пожалеть? Об этом мы поговорим сегодня в прямом эфире телеканала ЖТСУ. Добрый вечер. Гость нашего сегодняшнего диалога Саид Дарменович Дарменов, начальник отдела управления строительства Алматинской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем с того, что как можно стать участником программы 7.20.25. Давайте все-таки начнем с того, что программа 7.20.25, наименование ее, сама говорит за себя. То есть это ежегодная процентная ставка 7%, первоначальный взнос 20% от стоимости квартиры и максимальный срок кредитования до 25 лет. И основные параметры для участия в данной программе, гражданин должен быть, человек, который хочет участвовать в данной программе, он должен быть гражданином Республики Казахстан. Это первое критерие. Второе критерие, он должен быть платежеспособным. И третье основное критерие, на момент подачи заявления в банке второго уровня на его имени не должно быть недвижимого имущества, собственной квартиры. Вот это три основных параметра, по которым можно участвовать в данной программе. Данная программа реализуется через банки второго уровня. Участники являются 8 банков. Это Цеснобанк, Банк Центркредит, АТФ-банк, РБК, Сбербанк, Сбербанк Россия, Народный банк наш и Фортебанк. Все банки второго уровня принимают участие в этом. Принимают участие. В каждом банке есть все менеджеры, про данную программу знают. Можно к ним обратиться и принять участие через банки второго уровня. Для облегчения гражданам условий и понимания мы по Алматинской области с банками у нас есть соглашение, подписан также меморандум о том, что любой гражданин может обратиться в банк предварительно, проверить свою платежеспособность, на какую сумму, на какую квартиру он может претендовать для участия. Также ежемесячно мы предоставляем банкам всю информацию, в каком районе, где именно, по какой сумме, какие квартиры есть. То есть уже гражданину ходить, искать самому квартиру нет необходимости. Он может также обратиться в любой банк. У них есть эти списки, есть планы квартир, планы этажей и как фасады домов. Он может также прийти с менеджером, переговорить, увидеть это, посмотреть. Если на бумаге, на эскизниках его данная квартира устраивает, он может на месте начать оформлять займ или же дополнительно проехать по месту нахождения данной квартиры, собственными глазами увидеть данную, которую квартиру предлагают банки. Квартиры подразумевают только первичное жилье. Вторичное жилье, по данной программе, принимать участие для покупки вторичного жилья невозможно. Только первичное жилье. Дополнительные требования уже каждый банк самостоятельно, индивидуально устанавливает. Вкратце, если говорить, банки также проверяют платежеспособность гражданина, который обратится. Некоторые банки платежеспособность за последние 6 месяцев проверяют. Но есть банки, которые доходят за последние 2 года. В этом периоде могут проверять. У каждого банка своя система. И по кредитной истории точно такая же. От 6 месяцев до 5 лет. В каждом банке это по-своему. Это уже здесь мы влияния не имеем. Это условия банков. Понятно. Хочу напомнить нашим телезрителям. Диалог в прямом эфире и телефон нашего диалога 401757. Код города Талдыкурган 87282. Если у вас есть вопросы нашему гостю, можете позвонить и задать. Однако, вот люди не могут получить эту квартиру. Почему? Поскольку платежеспособность у людей низкая. Вот, к примеру, 3 года назад мало кто из этого региона получал, например, 120 тысяч. Как это решается? Данную проблему, чтобы решить данную проблему, увеличить платежеспособность, было разрешено банкам второго уровня. Также каждый банк индивидуально по своим требованиям, по своим критериям может, разрешается гражданину принимать с собой вместе, приводить со заемщиков. От двух человек до четырех человек разрешается приводить. То есть, были случаи, даже вот на данный момент, жилой комплекс «Карлыгаш» в Карасайском районе, у гражданина не хватало 10 тысяч тенге для получения ипотечного займа. Он привел с собой брата со заемщиком, и общий их недоход позволило ему получить данный займ. Точно так же можно от одного, как я до этого сказал, в разных банках по-разному, но максимальное количество со заемщиков допускается до четырех человек в банке. Это уже индивидуально с каждым банком нужно идти, разговаривать. Если в одном банке его не устраивают условия количества со заемщиков или условия их проверки платежеспособности, кредиторской истории, он может обратиться в другой любой банк. У всех банков условия одинаковые. И дополнительные за обслуживание, за предоставление услуг в банках второго уровня по данной программе 7.20.25 не взымаются. Единственная только затрата у них за оплату независимой оценки квартиры. Это уже непосредственно требование банка второго уровня. Любая квартира должна быть оценена независимым оценщиком. Данная оценка в среднем от 5 до 7 тысяч тенге, смотря к какому оценщику обратятся. Оплачивает? Оплачивает сам заявитель. Единственное, которые они дополнительные затраты. Большинство также к нам обращаются, звонят на телефон на горячую линию Акимата области. Обращаются, начинают спрашивать, а какие дополнительные, за оформление, берут или не берут деньги. В некоторых банках есть, за то, что они оформили за им, за это какой-то процент начинают удерживать. По программе 7.20.25 никаких дополнительных процентов, никаких дополнительных оплат не предусмотрено и не взымается. Как я сама поинтересовалась у желающих принять участие в этой программе 7.20.25, у них были жалобы, что найти квартиру, новую квартиру в новом доме сложно, поскольку если есть там дома, если есть квартира, они давно зарезервированы кем-то. Возможно, он выкупит эту квартиру, возможно, нет, поэтому у людей появляются сложности. В таких случаях что делать? Также изначально, как начала действовать данная программа с сентября 2018 года, такие случаи у нас начали появляться. Но мы на данный момент уже с каждым застройщиком, коммерческим частным застройщиком заключаем меморандумы по реализации части его построенных домов, квартир по программе 7.20.25. И одно из условий мы устанавливаем, то, что он, когда гражданин приходит, хочет у него взять квартиру, данная квартира за участником, за этим владельцем резервируется только на две недели. В течение двух недель, если он не пошел в банк, не обратился и не стал участвовать в этой программе, любой застройщик через две недели может данную квартиру другому покупателю предоставить. То есть мы на данный момент сделали, чтобы не получилось таким образом, что на одну квартиру 5-6 человек хотят участвовать, кто-то успел, кто-то не успел, потом недопонимание может произойти, недопонимание. В связи с этим мы ограничили резервирование квартиры до двух недель максимум. Если в течение двух недель, еще раз повторюсь, в течение двух недель за резервирование квартиры не прошел, не поступил в банк, не прошел платежеспособность, через две недели данная квартира освобождается и предоставляется следующему участнику, кто обратится на данный момент. Как такое очередность предоставления тому или иному гражданину? Данной очередности отсутствует, нету ее. Вот наши сотрудники мне звонят, спрашивают, эта программа применяется только для нового жилья же? Да. Или для вторичного тоже? Вторичное жилье не предусмотрено по данной программе. По программе 7-20-25, по Национальный банк, Национальный банк Республик Казахстан, они создали ипотечную организацию Баспана. Все вопросы по реализации данной программы можно также через АО Баспана уточниться, узнать. Их номер телефона, они находятся в городе Алматы, их номер телефона соответствует программе 7-20-25. Только в городе Алматы код набирается. Также Баспана, ипотечная организация Баспана, в связи с многими вопросами, предложениями, то, что вторичное жилье хотят приобрести, они создали свою программу Баспана ХИТ. У нее условия все такие же, кроме ежегодная оплата, процентная ставка у них 11% идет. Также первоначальный взнос 20%, максимальный срок до 15 лет установлено для вторичного жилья. Понятно. Теперь скажите, пожалуйста, в нашей Алматинской области по этой программе сколько домов на сегодня строится? Сколько наших жителей смогут получить квартиры по этой новой программе? На данный момент, уже с момента начала программы, построено и введено в эксплуатацию полученные техпаспорта на квартиры по 213 квартирам. Из них 20 квартир уже реализованы, граждане получили ключи. Это в Карасайском и Толгарском районе. Из 213 квартир 20 квартир получили, реализованы. 98 квартир зарезервированы за участниками, они проходят платежеспособность в банках второго уровня. 28 квартир, это также зарезервированы, которые еще до банка не дошли, не обратились в банк. И если не обратятся, они опять перейдут в разряд свободные квартиры. Среди свободных квартир по Алматинской области имеется среди коммерческого жилья 63 свободных квартир на сегодняшний день. Желающие могут также обратиться. Все списки данных квартир, где они находятся, в любом банке участники присутствуют, имеются. Дополнительно была создана Акиматом области группа в каждом районе. Отделы строительства и отделы ЖКХ, руководители, они являются ответственными по работе с населением и банками. То есть, если в банке неправильно предоставили информацию, недостоверно информировали, или же не хотят отвечать на вопросы, можно таким же в любой районный Акимат обратиться. Они данный вопрос будут решать на местах для быстрого реагирования. Решение той или иной ситуации, возникающей по данной программе. Участники программы 7-20-25, им же также доступно жилье по программе Нурлежер? Или еще есть какие-то другие программы? По именно жилью? По жилью 7-20-25, она по программе Нурлежер, с программой Нурлежер не сходится. Программа Нурлежер это государственная правительственная программа. 7-20-25 это программа Национального банка Республики Казахстан. По программе Нурлежер на данный момент разработана концепция программы Баха Туат Басы. Данная программа предназначена для обеспечения жильем многодетных семей, граждан многодетных семей Алматинской области. По данной программе, вот вкратце разрешите рассказать, по программе Баха Туат Басы любая многодетная семья, в которой есть 4 и более детей несовершеннолетних, или же мать-одиночка, вторая категория, и третья категория, мать-одиночка, вторая категория, мать-одиночка с четырьмя и более детьми, или же третья категория, это многодетные семьи, которые воспитывают детей инвалидов, с детей с ограниченными возможностями. могут обратиться в жилстрой Сбербанк и получить ипотечный заим точно так же под 2%, с первоначальным взносом 10%, максимальный срок кредитования до 20 лет. Данная программа вытекает из программы Нурлежир. Но она предназначена специально только для многодетных семей. Вот, дорогие многодетные семьи, вы можете прямо обратиться с завтрашнего дня в жилстрой Сбербанк, да? Обратиться и принять участие в программе Бахта-От-Баса, по государственной программе. Извиняюсь, Бахта-От-Баса, она концепция, программа разработана. На данный момент получить консультацию могут в жилстрой Сбербанке. Только консультацию? Консультацию, а прием заявок, сама программа будет ведется, начнет действовать с момента внесения изменений в программу Нурлежир. Данные изменения ожидаются внесения с середины апреля, в середине апреля или в начале мая будут внесены изменения, и после этого только жилстрой Сбербанк начнет принимать заявки. Но на данный момент они могут объяснить, проконсультировать, что это за программа, как в ней участвовать. Для подготовления населения, многодетных семей, чтобы одновременно с КОПом все не побежали, заранее, плавномерно проводить разъяснительные работы. То, что она будет действовать и будет начнуться принятие заявок. По этой программе отдельные дома будут строиться? Или те квартиры, о которых вы говорили уже по программе 7-20-25, они будут предоставлены многодетным матерям? Для многодетных матерей будет по двум направлениям. Отдельно государство будет строить квартиры. И второе, выкуп, так же, как и по программе 7-20-25, выкуп первичного жилья будет производиться. Первичного жилья. Да. Вот так же были недовольства, что оформить ипотеку вот именно по этой программе было очень сложно. Насколько они на сегодня упрощены или так же остались? На данный момент для оформления ипотечного займа по программе 7-20-25 необходимо при себе иметь при обращении в банк второго уровня, при себе иметь удостоверение личности, справка об отсутствии недвижимого имущества, кредитная история должна быть в порядке и технический паспорт первичного жилья той квартиры, которую вы хотите приобрести. С этим пакетом документов можно оформляться. Но оформление большинство у нас происходит таким образом, что население, когда идет оформляться, ипотечный займ оформлять по данной программе, они не учитывают свою кредиторскую способность, платежеспособность свою. Много из населения берут товарный кредит, и когда банки начинают проверять их кредиторскую историю, платежеспособность, выходит то, что у них есть уже кредиты свои, которые влияют на их платежеспособность, уменьшают их платежеспособность. Из-за этого начинается большинство отказов происходит по данной причине, то, что у населения, у того или иного гражданина имеются свои незакрытые кредиты. Поэтому прежде чем принять участие в этой программе, нужно свои... Желательно все товарные кредиты закрыть от них, скажем так, чистыми прийти без кредитов. Участвовать в этой кредитной истории, подойти уже к другой программе. Да, участвовать в другой программе, чтобы спокойно кредитная платежеспособность была выше. Со стороны местной власти какие-нибудь льготы делаются? Со стороны Акимата Алматинской области буквально до 20 марта всеми районными масляхами было принято правило предоставления социальной помощи, безвозвратной социальной помощи населению. В данную категорию вошли учителя, сотрудники образования, учителя, медики, военнослужащие, государственные служащие и бюджетные работники. Для них государство предусматривает уменьшение первоначального взноса, 50% первоначального взноса, но не более 1 миллиона тенге. Так как ранее было сказано, первоначальный взнос составляет 20%. Из этих 20% 50%, но не более 1 миллиона тенге государство как безвозвратную социальную помощь предоставляет. Буквально до 20 марта масляхатами районов эти правила были утверждены и зарегистрированы. На данный момент Акиматы районов заключают с банками и участниками соглашение по предоставлению данной социальной помощи, адресной социальной помощи населению, которые обратятся и будут на получение данной помощи. Но, как нам известно, все-таки по этой программе в Талдыкургане очень мало строится. Так? Домов. Домов изначально с прошлого года началось строительство четырех домов в городе Талдыкурган. Однако, в связи с тем, что частник, это и есть частник, он сам регулирует, кому ему продавать, когда продавать. Из них многие, кто уже сами самостоятельно реализовали, продали свои квартиры, не завершив еще строительство. На стадии строительства, потому что, так как, согласно закону об архитектуре и градостроительстве, если частное юрлицо подняло, насколько подняло, построило более 50% зданий, он может начать реализовывать продажу. Поэтому они продают до завершения и технические паспорта, получить технические паспорта и из этого дома получить квартиру, это затруднено. В связи с этим, для уменьшения таких рисков было и создано то, что начали местные исполнительные органы заключать меморандумы с частниками и останавливать определенную часть квартир для участников по программе 7.20.25. Понятно, к сожалению, наше время истекло, время диалога, поэтому благодарю вас за такой разговор основательный по программе 7.20.25. До свидания, встретимся через неделю в пятницу в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин